Попыткой теракта назвали власти Нью-Йорка инцидент в подземном переходе на Манхэттене, который произошёл в понедельник в утренний час пик. Там рядом с автовокзалом порта Торити прогремел взрыв. Пострадали четверо, включая подозреваемого в подготовке взрыва Акаеда Улу. Угрозы для жизни пострадавших нет. «Неожиданно я увидела группу разбегающихся людей, человек шесть. Одна женщина упала, но никто не остановился, чтобы ей помочь, потому что была страшная паника. Потом всё утихло, забегали полицейские и военные. Было понятно, что что-то случилось, но никто не знал, что». Подрывника задержали. Как сообщает полиция, самодельное взрывное устройство на его теле сработало преждевременно. На допросе Улла сказал, что его вдохновил прошлогодний теракт на рождественской ярмарке в Берлине. В декабре в Нью-Йорке людей ещё больше, чем обычно. Многие приезжают насладиться рождественской атмосферой мегаполиса. Злоумышленник также сказал, что хочет отомстить США за бомбардировку объектов, запрещённые в России и других странах – группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке. При этом прямых связей Уллы с исламистскими боевиками пока не выявлено. Улла выходец из Бангладеш. Ему 27 лет, криминального прошлого не имеет. В США приехал в 2011 году и живёт в Нью-Йоркском районе Бруклин. Владелец дома напротив говорит, что накануне теракта из квартиры злоумышленника доносились крики. «Не могу сказать, хорошие эти люди или плохие. Я не видел, чтобы с ними были проблемы. Не видел, чтобы к ним приезжала полиция. Ничего такого. Вчера вечером они ругались. Мой жилец сказал, что таких ссор было несколько за последнюю пару недель. Но больше никто ничего от них не слышал. Просто видишь, как они приходят и как уходят». Жители Бруклина обеспокоены, но не удивлены. «Да, это беспокоит. Но я, как большинство нью-йоркцев, думаю, что не нужно навешивать на кого-то ярлыки». «Это страшно и это печально. В 1994-м тоже был подрывник, который жил по соседству. Печально, что мы живём в такое время. Это так близко к моему дому. И это плохо». «Это Нью-Йорк. Здесь так много самых разных людей. Что тут сделаешь?» Это уже вторая атака в Нью-Йорке за последние два месяца. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс реформировать слабую миграционную систему, чтобы у опасных для общества людей не было возможности попасть в страну.